Здравствуйте! Хотела сначала убедиться, что вы все меня слышите. Слышно меня? Ну ладно. Итак, добро пожаловать на нашу третью виртуальную конференцию. Я даже не могу поверить, что мы уже дожили до третьей конференции, но вот так оно и есть. Поэтому та карта, которую София показала, просто совершенно поразительная, что отовсюду у нас люди есть. И это частично одна из тех причин, по которой мы решили провести виртуальную конференцию, потому что неважно, где вы сейчас находитесь, вы можете участвовать, может быть, частью нашей работы и можете научиться, можете поговорить с вашими коллегами, молодыми начинающими специалистами, а равно как и с экспертами. И мы все можем вместе учиться. Сегодня мне очень приятно иметь возможность с вами поговорить о наших достижениях EVALUED, EVALUES, молодые оценщики. Для тех из вас, которые не знают, что это такое EVALUES, может быть, есть такие особенно среди тех, кто первый раз, мы являемся глобальной сетью, которая весьма-весьма международная. И наша задача является, прежде всего, два основных направления. Первое – это способствовать того, чтобы молодые специалисты в оценке ЕИИ, как они называются, стали компетентными профессионалами, которые могут способствовать наращиванию потенциала оценки, будь то на национальном, региональном и международном уровнях. Вторая цель, тем не менее, способствует тому, что мы называем сосредоточенной на молодежи, и оценки с вопривлечением молодежи. Это преимущественно для того, чтобы молодые оценщики, подростки, даже все эти группы действительно могли быть вовлечены в оценку. Они просто вовлечены, но их воспринимали как равных партнеров и со-создателей в этой работе. Итак, «Эвалют», как София только что сказала, восходит в 2015 году, ноябрю 2015 года. И нашими приоритетами, с тех пор, в котором мы работаем, они предполагают инклюзивный подход снизу вверх. И вот вы видите на экране фотографии предыдущих рабочих сессий, где молодые специалисты в оценке, когда мы говорили о том, каковы их потребности, нужды, какие нужды в разных регионах мира, какой у них опыт, что они видели. И действительно, это очень важно, их опыт. Поэтому мы начали нашу работу, этот подход инклюзивный, мы продолжаем его исповедовать и сегодня тоже. Мы в действительности начинали еще с того, что 24 молодых специалистов в оценке, вот вы видите их на этой экране, на этой фотографии, а теперь у нас уже 2000 молодых специалистов, специалистов-экспертов в оценке по всему миру. И это буквально за два года. Посмотрите, пожалуйста, это совершенно поразительно, стоит об этом только задуматься. Конечно же, мы достигли огромных успехов. Мне всегда очень сложно даже на один слайд вести все наши достижения, просто сама не могу поверить, чего мы добились. Вот здесь вы видите общий обзор, как тех инициатив, над которых мы сейчас работаем, ну и также тех направлений и мест, где мы работаем. Вот внизу слева вы видите, вы видите наши три рабочие группы, которые в настоящий момент работают. Вы также видите и то, что мы задумали с точки зрения презентации, обучения, электронной наставничества, распространения знаний. Конечно, эту работу мы не могли бы делать без щедрой поддержки наших спонсоров. И вы видите тех, кто финансировали нашу работу, включая финансирование, поступившее в частности проведение этой конференции. То, что я хотела бы сказать. Ну, та картинка, которая видится на экране, это те, кто достигли лидерских позиций, будь то в рабочей группе или в глобальном отношении. Мы действительно в самом начале распространяли эту сеть как сеть, которая призвана работать прежде всего для молодежи. Я имею в виду, для молодых оценщиков ИИ, как вы видите, когда вы видите руководителей и членов нашей третьей, других рабочих групп, вы видите, что все эти принципы, которые мы продолжаем соблюдать. Итак, хотела обратить в ваше внимание некоторые другие вещи, которые мы недавно совсем задумали. Первое – это та компания, которую мы запустили в этом году, которая называется «Добро пожаловать» компания ИИ, то есть молодые оценщики, молодые специалисты. Вы видите вот. И, по сути, что мы сделали? Мы провели ряд интервью с молодыми специалистами в оценке, вы равны как лидерами профессии или каких-то организаций, или сетей, те, которые являются уже профессиональными организациями в оценке. Вот эти лица поговорили с нами о той роли, которую могут играть молодые специалисты в оценке во всем этом процессе. И они активно делились своим опытом, поэтому молодые специалисты в оценке говорили, сидели вместе с руководителями, с лидерами за одним столом, но в основном говорили, о чем очень важно иметь присутствие такой группы. Важно не только с точки зрения, что молодежь придает свою энергию, конечно же, но и с точки того, что и работа становится лучше, потому что молодые специалисты в оценке присутствовали за столом, активно работали. Поэтому призываю вас приключиться к этой кампании. Еще одна вещь, которую мы сделали, это мы первые запустили глобальную программу электронного наставничества. Вот хочу показать вам, какой масштаб. Вот у нас сейчас 50 мест, пару регионов во всем мире, и мы, в конце концов, на эти 50 мест получили 700 заявок от кандидатов стать подшипными и 150 на те, кто хотят стать наставниками из 114 стран. Поэтому нам пришлось закрыть эту программу, потому что только что закончили свою оценку этой программы. То есть, знаете, мы же делаем оценку. Поэтому в действительности эти молодые именно специалисты, которых мы попросили, у нас был конкурентный процесс, и мы очень гордимся тем, что мы набрали тех, кто будет пополнять оценку. И мы также верим в это. То есть все вещи, которые пошли, которые пошли замечательно, есть направления, где можно еще поработать, вырасти. И поэтому мы ожидаем с несерпением следующей фазы. В 2019 году она будет. Итак, в этом году мы также стали партнерами специализированной организацией ООН по фонду народных населений, ВНФПА. И также посмотрели на программу волонтеров ООН. Это та программа, и вау-юз мониторинга оценки. Это программа как стажировки для молодых специалистов, которые интегрированы в ООНовскую систему. Опять же, мы были поражены огромным ответом, который мы получили, и не только через ВНФПА, но и также через ряд ключевых партнеров, которые вы видите внизу в этой инфографике, их логотипы, мы выявили порядка 60 возможностей для того, чтобы выступить, особенно в группе ООНовских волонтеров по всему миру. И поэтому 60 мест у нас было, и у нас было почти 2000 заявлений из 144 стран наши кандидаты. Поэтому, опять же, это говорит нам то, что мы идем верной дорогой, что мы действительно правы, стараясь слушать молодежь, и мы стали партнерами с такими организациями, которые работают в этом направлении, и за счет этого мы очень много добились. Конечно же, вы слышали об этом, поскольку это уже третья наша виртуальная, бесплатная конференция, свободная конференция, как и все, что мы делаем в отношении электронного обучения. Мы всегда его проводим на нескольких языках, поэтому наши виртуальные конференции всегда выполнялись на английском, испанском, французском и русском языках. Или, как вы говорите, не так, вернее, по-английски, но с синхронным переводом на три языка еще. Были и другие вебинары, которые проводились с дополнительными языками, поэтому старались также перевод получить на арабский. Ну и частично это просто признание того факта, что языковый барьер, безусловно, существует. Он не дает дойти, получить доступ к информации, ко всему тому, что мы делаем. Поэтому мы действительно именно делаем, и это является центром всего того, чем мы занимаемся. Итак, одна из тех задач, которые должна сказать, которые совершенно не... Мы сначала и не думали про это. Это то само по себе возникло в ноябре 2015 года. Это состоит в том, что специальные региональные организации наши организации стали возникать, и мы были рады этому. Мы подумали, что это просто замечательно. Некоторые из них, которые возникли, вы видите их вот здесь, на этом слайде. И то, что мы действительно признаем, это то, что они действительно играют очень важную роль. Роль, поддерживающую для всей этой организации на международном уровне. И мы работаем вместе с ними, стараясь поднять, каким образом мы можем получить их поддержку с тем, что они делают, либо поддерживающие активности, либо помогая им все во всем том, что они делают, или вот такие вещи, как бы то ни было. Мы действительно очень этим горды, и мы очень рады тому, что они действительно играют очень важную роль в этой международной конференции по оценке для молодых специалистов. В этом году мы в действительности еще и стали частью закрывающейся пленарной сессии президентской в Американском университете. Вы видите ту инфографику, которая была подготовлена к этому событию. Я действительно была рада видеть, что это происходило, потому что и я, и моя коллега, мы вместе работали для того, чтобы создать пространство, где могли услышать голос молодежи и молодых женщин-специалистов в оценке. Поэтому мы работали с теми, кто говорил и работают в оценке. Мы говорим, что мы относимся к ним как к равным создателям этого процесса. А также у нас были молодые специалисты в оценке, особенно в проектных направлениях. Я не говорила про их опыт и о том, что он услышал и увидел, мой коллега, это то, что право на участие, но также и те коллега... ...американская ассоциация... ...партнера... 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 Продолжение следует... Продолжение следует...